Зарочка, звони, жена моя. Да, едем тут веселой компанией. На серебристой Ладе Вести, номер Т533СЕ. Повтори, пожалуйста. Зарочка, скажи, Арсен там дома? Пусть он меня встретит. Нет, скажи, пусть навстречу едет. Просто не хочу задерживать тут людей надолго. Алло, Зарочка, алло. Вот, жена моя звонила, знает, где я, с кем еду, номер машины, повторила. В сегодняшнем видео мы поговорим об одном из самых ярких участников юмористического шоу «Уральские пельмени» – романе Поставалове. Этот обаятельный пухляж присоединился намного позже остальных членов шоу. Но за короткое время харизматичный актер-комик смог завоевать любовь и интерес зрителей. Поставалов появился на свет 17 мая 1981 года в Уральском округе, город Курган. Он мало чем отличался от других мальчишек, в меру хулиганил и прогуливал уроки, а иногда становился серьезен и амбициозен. Успешно окончив школу, Роман отправляется в город Екатеринбург для продолжения учебы, теперь уже в Уральском институте Министерства внутренних дел, после окончания которого проработал до 2006 года в воспитательном отделе того же института. С карьерой военного он распрощался в звании старшего лейтенанта. Еще в студенческие годы Поставалов втянулся в КВН и активно проявлял себя в студенческом активе. Он являлся и участником, и одновременно с автором шуток для команды КВН «Срочный вызов». Его острый юмор очень быстро привлек внимание участников комедий-клаб. Именно от них Роман получил свое первое приглашение к сотрудничеству. Поставалов легко и непринужденно набрал свою аудиторию и поклонников. Любопытно, что будучи человеком, носившим форму, он нередко сочинял шутки про своих коллег, но его за это не осуждали. Он был везде своим. Когда Роману стало тесно в Екатеринбурге, он стал присматриваться к Москве и старался участвовать во всех юмористических шоу. Впервые он засветился на телеэкранах в 2007 году, когда в эфир вышла одна из серий программы «Смех без правил» с его участием. Следующим телевизионным проектом, в котором Поставалов принял участие, стала юмористическая программа «Убойная сила». Затем он появлялся в сериях юмористических программ «Убойной ночи» и «Убойный вечер». В 2015 и 2016 годах участвовал в шестым и седьмым сезонах «Камеди Батл». Там он выходил на сцену с веселой и харизматичной Еленой Гордеевой. Организаторов подобных передач он привлекал не только как талантливый актер, но и как сочинитель. Творчество романа оценили создатели «Уральских пельменей», которые впоследствии пригласили артиста в качестве автора. Пару лет Поставалов оставался за кадром шоу «Уральские пельмени», и только в 2016 году руководству стало понятно, что Роману следует выступать на сцене. Става времени зрители передачи регулярно наблюдали артиста на канале СТС, как участника забавных музыкальных номеров и эстрадных миниатюр. Постоянные коллеги Ромы по сцене – Ксения Корнева, Илана Юрьева, Артем Пушкин, Данила Пятков и другие. Поначалу публика воспринимала его довольно настороженно. Но довольно скоро поняла все плюсы от появления подвижного крепыша в программах шоу. К тому же своим неповторимым юмором Роман внес свежую струю в программы. С его появлением шоу пошло на некий более качественный виток. Особенно когда «Уральские пельмени» обкатали новую программу в гастрольных поездках. Особую любовь зрителей завоевала серия миниатюр про тещу, где Роман играл неразивого зятя, а в роли матери его жены блистал Дмитрий Брекоткин. Именитых гуру юмора привлекали в романе не только его актерские данные, но и то, что все шутки он писал сам и был единственным автором всего, что представлял публике. Это качество заинтересовало и авторов юмористического шоу «Уральские пельмени», которые впоследствии сами вышли на него и предложили работу на заманчивых условиях. На самом деле Роман Поставалов был частью «Уральских пельменей» давно. Намного раньше того момента, как он появился в шоу, разыграв недовольство прямо в прямом эфире и выйдя на сцену. Его выход был оригинален, с этим нельзя не согласиться. С того момента, Поставалов стал радовать зрителей шоу не только своим качественным юмором, но и прекрасным актерским мастерством на сцене. Его миниатюры с Ксенией Корневой, Дмитрием Брекоткиным и другими участниками шоу набирают миллионы просмотров. Любая роль, сыгранная этим смешным актером, становится смешной и интересной. Подробностями из личной жизни Роман не склонен делиться. Да и зачем? О многом могут рассказать многочисленные фото на его странице в социальных сетях. Юморист женат. Вместе с женой Галиной они воспитывают дочь Софью, которая родилась в 2014 году. Знакомство с супругой произошло еще в студенческие годы, она работала в отделе психологического обеспечения в институте МВД. Учащийся сразу влюбился в нее. Из-за частых приходов Романа в ее отдел, все считали, что у него множество психологических проблем. Через год пара официально оформила отношения. Им весело жить вместе. И судя по всему, все свое свободное время Роман посвящает семье. Актер признается, что всегда мечтал, чтобы в его доме царили любовь и уют. Супруги любят вместе проводить время за просмотром развлекательных передач, обсуждать образы и выступления актеров. Из-за того, что Поставалов с Ксенией Корневой часто на сцене играют семейные пары, некоторые поклонники приписывают артистам служебный Роман. На самом деле они добрые друзья. Сейчас Поставалов открывает для себя новые горизонты. Мечта попробовать себя в полноценной актерской профессии зрела у Романа долгое время и, наконец, нашла пути реализации. Летом 2022 года завершились съемки семейной комедии «Папы против мам», где юморист сыграл главную роль вместе с Артемом Ткаченко и Йолой Сань. К проекту присоединилась еще одна известная личность. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Осенью вышел трейлер фильма, а премьера состоялась в феврале 2023 года. Артист не стал останавливаться на достигнутом и принял предложение участвовать в проекте, не связанном с юмором. Он примкнул к актерскому составу трейлера «Блев», съемки которого проходили в Екатеринбурге. Осенью Роман стал одним из ведущих второго сезона шоу «Супернинза» на СТС. Его коллегами по телепроекту оказались регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Остапова. Поставалов признался, что и сам прошел одно из испытаний. Кроме того, он заверил, что новый опыт не помешает ему продолжать сниматься в «Уральских пельменях». Интересные факты. На сцене камеди батл Поставалов выступал в дуэте с Еленой Гордеевой. Роман оригинально возник на сцене «Уральских пельменей». Во время выступления он из зрительного зала начал критиковать актеров за их игру и качество выступления. Только после того, как молодой человек поднялся на сцену, зрители поняли, что это была очередная миниатюра. Несмотря на лишний вес, юморист активен, хорошо танцует. Сейчас Роману Поставалову 42 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы читаем их и нам важно ваше мнение. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»